МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...высокую оценку развития политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности и международной ситуации. Почему так важно в такое непростое время слушать и быть услышанными? Об этом мы поговорим прямо сейчас с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Он уже в нашей студии. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, площадка Генассамблеи ООН, как мы все знаем, 79 лет назад, создавалась для того, чтобы, как говорится, всем миром решать самые острые конфликты и проблемы. Почему же сейчас, спустя десятилетия, нет желания слушать и слышать друг друга? Когда ООН создавалась 79 лет назад, с моей точки зрения, в ее основу была заложена абсолютно гениальная конструкция. Это Совет Безопасности с пятью постоянными членами и их правом вето. Многие считают, что это признак неравенства. Есть пятерка с особыми правами и все остальные. А с моей точки зрения, это действительно решение, еще раз повторю, гениальное, потому что на самом деле пятерка постоянных членов с правом вето была зациклена друг на друга, и тем самым не давала ни одной из самых на тот момент сильных держав мира действовать самостоятельно и в обход Устава Организации Объединенных Наций. Отличная идея. Но, увы, мы видим, что она на протяжении десятилетий размывалась все больше и больше, и в конечном итоге приказала долго жить, потому что в обход Устава Организации Объединенных Наций, в обход решений и резолюций Совета Безопасности, ООН, как минимум западные державы действуют постоянно. Мы видим, что происходит с политикой Соединенных Штатов Америки, которые все чаще нарушают Устав Организации Объединенных Наций, и мы видим, что происходит с политикой НАТО, которая вмешивается во все возможные ситуации по всему миру, раз за разом выходя за пределы своей и географической, и политической компетентности. Поэтому на самом деле проблема не в том, что организация была создана как-то неправильно изначально, проблема не в том, что Устав Организации был написан с ошибками, там все было сделано изначально правильно, проблема в том, что вот эта правильная конструкция оказывается неудобной для стран Запада. Они не готовы действовать на равных с окружающим миром, они считают окружающий мир джунглями, как выясняется, и они все время пытаются навязать миру другую модель поведения, когда центр принятия решений не в Совете Безопасности, не в Организации Объединенных Наций с ее Генеральной Ассамблей, а вот там на Западе, в штаб-квартире НАТО, в штаб-квартире Европейского Союза, либо просто-напросто в овальном кабинете Белого дома, где заседает президент США. Вот в этом главная проблема современного мира, инициативный в плохом смысле слова, в обход Организации Объединенных Дей, наций и действия западных стран. Джо Байден уже произнес прощальную речь с трибуны ООН, выступил Владимир Зеленский, и ему даже дали слово в совбезе ООН, но, судя по реакции экспертов, комментариям в прессе, в том числе и в западной, кстати, выступления не оказались столь ожидаемыми. В чем, по вашему, причина? Это уже подтверждение некой усталости от истории с Украиной? Ну, разумеется, потому что та модель, которую предлагал миру Запад еще до начала событий на Украине, еще даже до 2014 года, предполагало, что страны Запада знают лучше, что нужно миру, берут на себя ответственность, и военную, и политическую, и экономическую, и финансовую, за то, чтобы всем в конечном итоге было хорошо. Вот то, что называлось на каком-то этапе глобализации в интересах всего человечества, предполагало использование инструментов, скажем, системы банковских расчетов SWIFT, системы страхования морских перевозок ЛОЙЦ, использование доллара как основной валюты. И все это делалось якобы в интересах всего человечества. А когда начались проблемы, когда Запад стал утрачивать свою конкурентноспособность до того, естественно, и выяснилось, что он все эти инструменты задействует в свою пользу, более того, он наказывает тех, кто не согласен с доминированием Запада. И это было менее очевидно 30 лет назад, это становилось более очевидным 20 или 10 лет назад. Но я считаю, что сейчас это стало очевидным большинству государств. Отсюда и возник феномен мирового большинства. А дальше американцы, стоящие с ними в одном ряду западники, в той самой Европе, они стали искать дополнительные инструменты, помимо тех, которые они насоздавали в рамках глобализации, для того, чтобы додавливать ту часть человечества, которую они по-прежнему высокомерно считали меньшинством. И отсюда появился проект «Антироссия» в лице Украины. Отсюда до этого появился такой же проект в лице Грузии, к счастью, сейчас уже уходящий в историю, на наших глазах честь и хвала нашим грузинским соседям. И вот все это сейчас с каждой генеральной ассамблей становится все более очевидным. Мы видим, в каком состоянии находится политическая система США, дряхлеющий действующий президент, явно мало конкурентно способные оба кандидата на должность президента. Я не считаю их сильнейшими политиками не только мира, но даже Соединенных Штатов Америки. И отсюда стремительно падающий интерес к Украине, как светочу демократии, как некому оплоту свободы, кое пытались представить Украину те же самые западники. Вот вчерашние кадры из зала заседания Генеральной Ассамблеи, где Зеленский выступал практически перед пустой аудиторией. Там в лучшем случае было заполнено процентов 10 стульев, кресел. Раньше такого не было. Раньше Зеленский собирал аудитории, аплодировали ему, кричали какие-то слова поддержки. Сейчас там просто не осталось никого, кто мог бы аплодировать и эти слова кричать. И по Зеленскому мы же видим, как странно складывается его программа пребывания в США. Очень странный выезд в Пенсильванию, который уже республиканцы назвали предвыборным трюком демократов, обвиняя в этом своих соперников по избирательной кампании. Отказ встречаться с Зеленским со стороны Трампа. Вот сейчас отказ встречаться с Зеленским со стороны третьего лица в американской политической иерархии спикера Палаты представителей Джонсона. Вот такого унижения, с моей точки зрения, Зеленский не испытывал ни разу до того на американской почве. Но, слава богу, что сейчас, так сказать, все встает на свои места. Кроме украинского конфликта в мире есть и другие горячие точки, которые требуют решительных действий. И тут мы тоже видим беспомощность международных институтов. О чем это говорит? О деградации международных отношений или их трансформации? Что будет происходить дальше? Вот, конечно, сейчас самая горячая точка – это Ближний Восток, это трагедия сектора газа, это стремительно приближающаяся война на ливанской территории, нападение Израиля на Ливан. Что любопытно, вот отдельное заседание Совета безопасности по Украине западники пролоббировали задолго до начала недели высокого уровня, сказали, должно быть заседание Совбеза по Украине. Никакого заседания по Ближнему Востоку, по Газе, по Ливану западники не предлагали. Оно состоялось, оно состоялось по московскому времени этой ночью, но оно состоялось по инициативе группы арабских государств. Но Запад не считает это проблемой. Мы понимаем, что эта проблема самая-самая-самая кричащая, но для Запада самое главное – это выстраивать свою линию на подавление своих геополитических соперников, в данном случае России, не в последнюю очередь Китая, Ирана, ряда других крупных держав. Вот на этом они сосредоточены. И отсюда падение авторитета Организации Объединенных Наций, она уничтожается с той, с западной, а не с восточной стороны. И отсюда, увы, нарастающие недееспособности Организации Объединенных Наций, потому что, как правильно в свое время говорил один из генсеков ООН, у Организации сильна настолько, насколько в нее вкладывают свои силы, эмоции, политическую волю государства-члены. И когда большая часть человечества, не большинство, но большая часть человечества игнорирует Организацию Объединенных Наций, она, конечно же, проваливается с очень плохими, негативными последствиями для урегулирования тех конфликтов, которые нуждаются в помощи международного сообщества. А когда возможная трансформация Совбеза ООН? Уже наступило то время, когда это возможно? Ну, наверное, оно наступило, потому что Совет Безопасности явно неэффективен. Но, с другой стороны, лучше сохранять этот Совет в том виде, в каком он есть, худо-бедно дееспособным, нежели чем его развалить через какие-то поспешные решения. Единства мнений в международном сообществе нет и в помине. Понятно, что каждый континент продвигает своих, скажем, в кавычках. Понятно, что для Запада очень важно появление дополнительных союзников Запада. Но вот как они в свое время в 20-ку, в общем-то, механизм сбалансированный, протащили помимо себя любимых еще и Евросоюз. Вот там сидит Англия, там сидит Франция, там сидит Германия, там сидит Италия. И они еще Евросоюз туда втягивают. Я думаю, что если бы им позволили, они бы в Совет Безопасности протащили бы и НАТО как организацию, и Европейский Союз как организацию. Этого мы им точно сделать не дадим. Более того, в нынешней пятерке постоянных членов, ну, явный перебор Запада, Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания. И Россия и Китай балансируют, но перебор явный. Если уж реформировать состав Совета Безопасности, то за счет добавления туда сильных мира сего, в хорошем смысле слова, от мирового большинства. И никоим образом не от перепредставленного там мирового меньшинства в лице Запада. Спасибо, Константин Иосифович. О настоящем и будущем международных отношениях мы говорили в прямом эфире с заместителем председателя Совета Федерации Константином Касачевым.